Оружие первого года Destiny 1. Любимец сотен тысяч стражей. Пвп-зверюга, альтернатив которой не было в те времена, вернулась. Не-не-не-не, не о нём сейчас. Давай по новой. Зона А захвачена. Получено. Лапа сняла. Это просто великолепно. Лапа сняла. Лапа сняла. Снова в деле. Кстати, забыл поздороваться. Привет страж, меня зовут Джонни Лейни и это новое видео на канале Трипл Вайп. Что ж, как вы знаете, в последнем обновлении Банжи затронули множество классов оружия. Баф получили винтовки разведчика, легенда о Бакрии получила мощный буст к урону и автоматы тоже немного таки бафнули. А ещё чуточку бафнули Титанов. Я бы хотел рассказать о винтовках разведчика или проще говоря скаутках, да. Про них как-то мало материала на ютюбе, хотя они наконец-то стали играбельными. Да и про Ластворд всё ещё видос хочется запилить, честно говоря. Но тут мне в комментах написали, эй, Сурос режим опять в мете. И я сначала не поверил. Чё, автомат в гарниле? А потом поиграл и как поверил? Мета? Воу-воу-воу, изи бой. Абсолютной метой я бы его называть не спешил. Он не стал конкурентом для лунного воя или в памяти навсегда. Даже не для новоиспечённого последнего слова. Однако для игры в режиме быстрых игр он очень даже может прийтись кстати. Надо бы для такого оружия новый термин какой-то вводить что ли? Типа фан-мета, казуалити-мета. Или у меня нет лунного воя-мета. Так что если вы думаете, что это тот самый баф автоматов, который сделает их ультра нагибаторскими и ты наконец-то сможешь перестреливать задолбавшие револьверы в гарниле, должен тебя расстроить. Но если это не так, то с чего бы мне рассказывать о нём? Ну, Сурос всегда был особенным автоматом для игроков из первой игры. Во, у меня даже видосик каким-то чудом сохранился с тех времён. А потому, ну как мне было не порадовать стариков на канале и не рассказать, что теперь можно стряхнуть пыль с этого космического авторайфла. А во-вторых, многие игроки обожают автоматы. Это самое простое, самое универсальное и понятное оружие в любом шутере. Так что если ты не особо дружишь с револьверами или импульсными винтовками, то тебе точно стоит попробовать Сурос режим. Однако это всё ещё оружие, которое требует определённого навыка. Если вы не будете нормально попадать в крит, постоянно бодишотить, то время убийства этого автомата может вас разочаровать. Этого самого бафа автоматов вы вообще не почувствуете? Теперь давайте о перках. Главный перк винтовки увеличивает урон от второй половины магазина и может восстановить ваше здоровье после убийства очередного противника. Честно, в пвп срабатывает не всегда, так что я бы не стал дуэлиться до последнего в надежде на быстрый отхил. Как многие из вас знают, у Суроса переключаемый режим стрельбы. Можно вести огонь с увеличивающимся темпом стрельбы при долгом зажатии курка, а можно переключить перк во второй режим и тогда при прицеливании ваш урон будет увеличен, но скорость стрельбы будет снижена. Лично мне больше зашло играть с режимом именно с перком на скорострельность. Перезаряжаться так приходится куда чаще, это бесит, но зато так проще воевать на ближней и может даже на средней дистанции. А если держать в уме, что Сурос наносит увеличенный урон второй половиной магазина, то как раз эта половина и влетает в противника с увеличенной скоростью. Если кого-то смущают проблемы этого автомата на ближней дистанции, ну вы знаете, берем дробовик и никаких проблем, главное вовремя меняйте оружие. Ну и раз мы заговорили о рекомендациях к доп снаряжению для игры в Сурос режим, то вот вам еще. Если вы играете за Титана, а вы играете за Титана, я знаю, то надевайте экзот установка акций, он круто помогает зажимать с автомата без перезарядки. Я вообще не перезаряжаюсь! Но проблема тогда, ты не сможешь носить любимую маску, это сложный выбор, я понимаю, подумай. Если ты любишь автоматы, если тебя задолбало играть с одними и теми же пушками в гарниле, то Сурос режим – твой выбор. Для плейлиста быстрых игр это отличный автомат на сегодняшний день. Проблемы у него будут против последнего слова и луны с памятью, хотя у кого против этой троицы револьверов нет проблем. Но все в ваших руках, Ластвор теперь есть вообще чуть ли не у каждого второго, но не каждый же играет лучше тебя, да? Так что верю в твой успех в дуэли и с ними. А на этом пока все, спасибо за просмотр, не забудь лайк поставить, подписаться на канал и до встречи в следующих видео. Счастливо!